Тульский сенатор Дмитрий Савельев задержан по подозрению в организации убийства. Член Совета Федерации Дмитрий Савельев был задержан 2 августа на выходе из здания Совета Федерации в Москве. Генеральный прокурор Игорь Краснов ранее обратился с просьбой лишить Савельева неприкосновенности, подозревая его в причастности к организации убийства своего бизнес-партнера Сергея Ионова. 2 августа стало роковым днём для Дмитрия Савельева, сенатора от Тульской области. После выхода с заседания Совета Федерации в Москве его задержали сотрудники прокуратуры. Это произошло после того, как генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с просьбой лишить Савельева неприкосновенности, подозревая его в организации убийства. Действительно, генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора РФ Савельева в связи с установлением его причастности к организации. Убийство, подтвердил представитель Совета Федерации Иванов. Подробности этого дела шокировали общественность. Дмитрий Савельев и его компаньон Сергей Ионов были соучредителями компании «Аптомониторинг», занимающейся производством инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Савельев инвестировал значительные средства в бизнес, однако позже обнаружил, что полтора миллиона рублей из вложений не достигли цели. Несмотря на то, что для крупного бизнеса сумма могла показаться незначительной, для Савельева это стало вопросом принципа. Ионов был признан виновным в растрате и приговорен к двум с половиной годам общего режима. Однако Савельев, по всей видимости, считал это наказание недостаточным и решил устранить бывшего друга. Сенатор был готов потратить 100 тысяч долларов на организацию убийства Ионова, находящегося в СИЗО. Это решение выглядело странным и жестоким, учитывая, что сумма недостачи составляла лишь малую часть тех денег, которые Савельев был готов потратить на устранение проблемы. Убийство Ионова планировалось с сенатором Савельевым прямо внутри одного из московских СИЗО, где в тот момент под арестом находился Ионов. Именно поэтому в качестве организатора был выбран бывший сотрудник ФСН. Также в СМИ не один раз упоминалась связь Савельева с криминальным авторитетом Нефёдом Нижегородским. Почему это долго никем и никак не проверялось остается загадкой. Дмитрий Савельев начал свою политическую карьеру в 1998 году, став депутатом законодательного собрания Нижегородской области. С 1999 по 2003 год он был депутатом Госдумы третьего созыва от Нижегородской области, а в 2003 году вошел в четвертый созыв Госдумы, но уже от Тульской области. Савельев продолжал представлять Тульскую область в пятом и шестом созывах Федерального парламента. С октября 2016 года он был членом Совета Федерации от правительства Тульской области. Жена Савельева публиковала в социальную сеть Instagram свой быт, роскошные машины, дома, дорогие покупки и досуг их пятерых детей. За самим Савельевым числится недвижимость в Лондоне огромный дом площадью почти 500 квадратных метров, семь участков общей площадью 15 гектаров, огромный дом площадью более полторы тысячи квадратных метров. Квартиры. На нем и его супруге Ольге по 247 и 258 квадратов, одна из них в доме в курсовом переулке в районе Причистенки, гаражи, целый набор нежилых помещений, баня, сторожка и гостевой дом. В автопарке Сенатора внедорожник Рейншровер и мотоцикл Харли Дэвидсон. Семья Сенатора также нередко выезжала в другие страны. Его жена Ольга называет себя травел-блогером, она была в 60 странах, а дети, по ее словам, учатся в трех разных странах мира. Семья часто закатывала пышные праздники, на которые тратила десятки миллионов рублей. Супруга задержанного ездит на Бентли. А сегодня она опубликовала Stories и сообщила, что поехала с детьми выбрать подарок папе. Завтра у Дмитрия Савельева день рождения. Пять лет назад сенатор Савельев устроил роскошное празднование 45-летия своей супруги Ольги Савельевой в подмосковной Барвихе. Широкий размах вечеринки и присутствие звезд шоу-бизнеса сделали это событие предметом обсуждения и привлекли внимание общественности. На Рублевском шоссе, в самом сердце подмосковной Барвихе, состоялось грандиозное празднование 45-летия Ольги Савельевой, жены сенатора Дмитрия Савельева. Местом торжества стал банкетный холл Барвиха Лакшери, где собрались самые именитые гости и звезды шоу-бизнеса. За угощениями лично следил знаменитый ресторатор Аркадий Новиков, который создал изысканное меню, отвечающее высоким стандартам мероприятия. Ведущим вечера стал актер Вячеслав Манучаров, который своими шутками и конкурсами создавал неповторимую атмосферу праздника. Весь банкетный холл был окружен строго охранной, что гарантировало безопасность и конфиденциальность события. Гостей развлекали самые известные и дорогостоящие звезды российской эстрады. Светлана Лобода, Дима Билан и Иван Дорн своим выступлениями зажигали гостей и создавали атмосферу настоящего шоу. Подруги-юбилярши, следуя красному дресс-коду, отплясывали под популярные хиты, наслаждаясь праздником и делясь моментами в социальных сетях. Размах вечеринки Савельевых не остался незамеченным. Гости активно делились фотографиями и видео в социальных сетях, демонстрируя роскошь и изысканность мероприятия. Празднование вызвало широкий резонанс и обсуждение как среди светской элиты, так и в простом народе, который не мог остаться равнодушным к такому яркому событию. Савельев, известный своими пышными праздниками, не впервые оказывается в центре внимания. Его 50-летие, отмеченное с не меньшим размахом, также вызвало массу обсуждений. Сенатор, будучи членом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, не скупился на траты и демонстрировал высокий уровень жизни. Сегодня, когда Дмитрий Савельев оказался в центре скандала и был задержан по подозрению в организации убийства, воспоминания о его роскошных праздниках снова всплыли на поверхность. Его грандиозные мероприятия стали символом не только богатства, но и потенциальной коррупции, которая, как показали последние события, могла скрываться за внешним блеском и роскошью. История с задержанием Савельева поднимает вопросы о том, насколько высокопоставленные чиновники могут использовать свои позиции для личного обогащения и злоупотребления властью. Общество ожидает справедливого расследования и наказания виновных, независимо от их статуса и связей. В ближайшие месяцы и годы будет видно, насколько успешными окажутся эти инициативы по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями властью. Однако одно ясно уже сейчас, борьба за честность и справедливость требуют решимости, прозрачности и поддержки со стороны общества. Выступления и действия таких людей, как Савельев, напоминают о необходимости постоянного контроля и мониторинга деятельности государственных служащих. Скандал вокруг Савельева привлек внимание общественности и СМИ. Многие задумываются о том, насколько глубоко коррупция проникла в высшие эшелоны власти. Дело Савельева стало символом того, как личные интересы и амбиции могут разрушить карьеры и судьбы, а также подорвать доверие граждан к государственным институтам. Задержание Дмитрия Савельева и обвинение в организации убийства его бизнес-партнера Сергея Ионова стали громким событием, которое, вероятно, повлияет на политическую сцену России. Если вина Савельева будет доказана, это станет серьезным ударом по его репутации и карьерным достижениям. Дело Савельева показывает, что даже высокопоставленные чиновники могут быть втянуты в криминальные схемы и преступления. Общество ожидает справедливого расследования и наказания виновных, независимо от их статуса и связей. В ближайшие месяцы и годы будет видно, насколько успешно правоохранительные органы смогут справиться с этим вызовом и восстановить доверие граждан к правительству и системе правосудия. Ситуация с Дмитрием Савельевым напоминает всем, что борьба с коррупцией и преступностью должна вестись на всех уровнях власти, и никто не должен быть выше закона. Общество будет следить за развитием событий и надеяться на то, что справедливость восторжествует.